Многие из вас испытывают искушение уйти от того, что кажется слишком сложным, слишком стрессовым и изматывающим. И вы думаете, Бог, где ты? Я не знаю, как воспитывать этих детей. Я не знаю, как дождаться этого. Я не знаю, как управлять этими людьми. А Бог отвечает, у тебя все есть. Привет, я Пол. Почти 10 лет назад мой папа, мой герой, мой пастор неожиданно скончался. Он построил крупную церковь и оставил на нас большую ответственность. Когда он умер, я потерял не только отца, но и веру, цель и будущее. Но Бог пришел, восстановил мою веру и дал мне послание надежды, чтобы я мог делиться им с вами. Вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди. И вы победитель в жизни, потому что в вас живет сам Иисус. Он внутри вас. Матфея 25. Это история о талантах. Скажите, таланта всегда недостаточно. Эта история Иисуса рассказывает нам, на что похоже Царство Божие. 14 стих. Тогда будет, как у того человека, который, отправляясь в далекое путешествие, созвал своих слуг и поручил им свое имущество. Начнем с того, что этот человек, этот хозяин или господин, символизирует собой Бога. Тут сказано, что этот человек богатый. Мы служим богатому Богу. Мы служим не бедному, не пораженному и не жалкому Богу. Экономика нашего Бога не зависит от политики или экономики Америки. Поэтому не забывайте, что у вас богатый Бог. И в самом начале этой притчи мы видим, что этот богатый человек раздал свое богатство. В этом суть Евангелия. Иисус дал нам благословение небес. Вы это не заработали. Он просто дал вам это. Итак, в ходе этой истории мы понимаем, что всем нам что-то дано. Повернитесь к кому-то и скажите, у тебя что-то есть. Но то, что у вас есть, не совсем ваше. Вы не владелец, а распорядитель. Это притча о распорядительстве. Что вы будете делать с тем, что вы получили от Бога? Верите или нет, но ваше тело — это дар Божий. Кто-то думает, я в курсе, а кто-то думает, ну не знаю, пока не очень похоже на подарок. Тело — это подарок. Поэтому Павел сказал дорожиться, потому что ваше тело — это храм Святого Духа. Вы должны понять, что Бог дал вам много подарков, и вы должны правильно распоряжаться ими. Подумайте, что вы можете сделать с тем, что дал вам Бог. Итак, одному Он дал пять мешков золота, второму — два мешка, третьему — один мешок. Каждому по его способностям. Раньше я думал, что это несправедливо. Почему Он дал одному пять, а другому один? Это же несправедливо. Почему одним Бог дает больше, а другим меньше? Почему у одних так много талантов? Кто из вас видел по-настоящему талантливых людей, а? Есть талантливые спортсмены, музыканты, певцы и так далее. Есть талантливые люди во всех сферах. Кто-то талантливо готовит, кто-то рассказывает истории, кто-то умеет слушать, а кто-то танцевать. Кто-то талантлив в бизнесе. И иногда нам это кажется несправедливым. Почему Бог одному дает пять талантов, а другому всего один? Но затем я подчеркнул для себя эти слова каждому по его способностям. И тогда я понял, что Бог как раз-то справедливый. Он давал им то, с чем они могли справиться. Вопрос в том, с чем вы можете справиться, с чем вы можете справиться на данный момент. Некоторые из нас хотят большего, но мы еще не развили то малое, что у нас есть. Поэтому мы еще не готовы к большему. Но таланты, которые они получили, были связаны с их способностями. Кто-то несет ответственность за вашу способность, да? Моя способность — это ваша ответственность. Это значит, что именно я определяю, сколько Бог может принести в мою жизнь. Не Бог, а я сам определяю мою способность. Не упустите это. Скажите, я ответственен за мою способность. Итак, вопрос в том, развиваете ли вы свою способность? Берете ли вы на себя ответственность за свою способность? Чем больше она, тем больше Бог хочет вам дать. Кто желает иметь больше от Бога в своей жизни? А кто хочет, чтобы Бог продвигал вас дальше? А кто, может быть, хочет иметь больше даров от Бога? Есть такие? Больше возможностей? Так вот, именно в этом смысл данной притчи. Всем нам что-то дано, и вопрос в том, что мы с этим делаем. То, что вы делаете с тем, что было вам дано, определяет, что еще Бог сможет вам дать. И в этом нет ничего несправедливого. Иногда мы думаем, что у человека много возможностей, потому что он очень талантливый. Одного лишь таланта недостаточно. Талант слишком переоценен. Сколько талантливых людей сейчас сидят в тюрьме? Есть много талантливых проповедников, баскетболистов, футболистов, которые отыграли всего один год. Талант открывает для вас дверь. А характер помогает остаться в комнате. Талант может привести вас к начальнику и к совету директоров. Но только характер удержит вас там. Характер помогает вам оставаться на должности и способствует вашему продвижению. И сегодня мы копнем глубже. Потому что таланты есть у всех, но вопрос в том, что вы с ними делаете. Развиваете ли вы этот талант и прикладываете ли вы все свои усилия, чтобы делать то, к чему призывает нас Бог? Давайте посмотрим, что было в этой притче. После того, как он раздал им таланты, он уехал. Человек отдает что-то и уходит. Иисус говорит, что это Царство Божие. В моей жизни были периоды, когда я ощущал, что Бог совсем рядом. Когда мой папа умер, я сражался с депрессией, стрессом, желанием сдаться. И при этом каждый день я чувствовал, что Бог рядом. Он буквально удивлял меня этим. Это было так сильно. Мне передали эстафетную палочку в служении, и я думал, Бог, где же ты? Потом появился второй ребенок. Бог, где ты? Потом появился третий ребенок. А потом четвертый. Бог, мне так нужна твоя помощь. Тут сказано, что Господин ушел, чтобы они могли сделать то, к чему Он их призвал. Есть сезоны, когда Бог затихает. Это не означает, что Он отсутствует. В этот период Он позволяет вам умножать то, что Он вам дал. Бог никогда не дал бы вам это, если бы не думал, что вы с этим справитесь. Бог дал мне церковь, потому что знал, что Пол с этим справится. Он дал нам детей, потому что знал, что мы с ними справимся. Враг атакует вас мыслями, ты не справишься. У тебя нет нужных знаний и навыков. Ты этого не заслуживаешь. Враг пытается заставить вас похоронить свой талант. А Бог говорит, нет, я дал тебе это, потому что думаю, что ты сможешь это умножить. Скажите, я могу с этим справиться. Могу справиться с этим. Многие из вас испытывают искушение уйти от того, что кажется слишком сложным, слишком стрессовым и изматывающим. И вы думаете, Бог, где ты? Я не знаю, как воспитывать этих детей. Я не знаю, как дождаться этого. Я не знаю, как управлять этими людьми. А Бог отвечает, у тебя все есть. Бог работает за кулисами и наблюдает за тем, как вы справляетесь с тем, что Он вам дал. Итак, господин уехал, получивший пять талантов, сразу пошел. Скажите, сразу. Он не стал ждать. Некоторые из нас ждут будущего, чтобы начать действовать, а Бог говорит, начинай действовать уже сейчас. Используйте то, что у вас есть, и действуйте прямо сейчас. Некоторые из нас боятся начинать, потому что мы боимся ошибиться. Мы боимся, что ничего не выйдет, что Бог нам не поможет. Мы боимся выйти из лодки, пойти по воде, потому что боимся утонуть. Но у того человека была смелость и мужество, дабы сказать, «Начинаем сейчас же». Кто из вас пытается перестраховаться, а? Вы рискуете жить слишком безопасно. Звучит странно. Что опасного в том, чтобы жить слишком безопасно? Бог призвал нас жить не безопасно, а верой. Иногда вера пугает и не всегда вызывает чувство безопасности. А что будет, если вы начнете группу? А что, если вы поедете на миссию? А что, если вы начнете компанию? А что, если вы напишете книгу? Пол, если я напишу книгу, а ее никто не купит. Бог судит вас не по реакции других людей на ваше послушание. Он судит вас за послушание в том, что Он вам поручил. Все мы получили мечту. Все мы получили желание. Все мы получили дары. Если мы будем сравнивать свои возможности с возможностями других, то мы упустим многое. Он начал сразу же. Он сразу же пустил в дело свои мешки с золотом. Я очень боялся, что никто не придет на мою домашнюю группу. Поэтому я никогда не начинал ее. Я очень боялся. Если брошу чек в корзину для пожертвований, и Бог не умножит мои финансы... Вы знаете, я никогда не выписывал огромный чек. Почему? Я уже сказал, я боялся. Я боялся, что девушка не пойдет со мной на свидание. Поэтому я так и не пригласил ее. Вот такой я нерешительный. Мы живем в то время, когда люди охвачены страхом. И нам нужно взять власть над этим страхом и сказать, нет, я буду человеком веры. Итак, тот человек идет и умножает. Он умножил то, что ему было дано. Второй человек тоже умножил то, что получил, а третий спрятал то, что получил. Он бы копал яму в земле и спрятал. Майлз Монро однажды сказал, что самое богатое на таланты место — это кладбище. На кладбище похоронены мечты, книги, бизнес, предложение выйти замуж. Там похоронено много того, к чему призвал нас Бог. Я не хочу оказаться в конце жизни и отправиться в могилу с возможностями, идеями, бизнесом и всем остальным, к чему призывал меня Бог, но я так и не сделал этого из страха. Не отправляйтесь в могилу с тем, что Бог вложил вас. Вы должны развивать это вложение. Умножение начинается с вычитания. Ребята, которые умножили то, что им дано, вначале должны были это отпустить. Да, тот, кто заработал 10, вначале должен был отпустить 5. Некоторые из нас крепко держатся за то, что Бог дал нам. Пол, я так хочу, чтобы Бог благословил мою компанию. А Бог говорит, отпусти то, что я тебе дал. Дерево никогда не произведет больше плодов, пока не сбросят листья и семена. Получается, что умножение начинается с вычитания. И сегодня Бог спрашивает, что ты делаешь с тем, что я вложил в твои руки? Как ты по максимуму используешь то, что я дал тебе? Итак, господин вернулся из поездки. Прошло много времени. Скажите, много времени? Бог всегда дает вам время. Он всегда дает вам время, чтобы вы сделали то, к чему Он вас призвал. Бог всегда дает нам время, чтобы стать теми, кем Он нас создал. Бог дает вам время, и это время тикает прямо сейчас. Итак, когда царь вернулся, пришел первый человек и сказал, «Я взял то, что ты мне дал, и использовал по максимуму. Я не отвлекался, не жаловался, не сравнивал мои дары с другими». Второй человек сказал то же самое. И тогда господин сказал им, «Молодцы, вы хорошие и верные слуги. Лучший титул, который мы когда-либо получим, это титул слуги, слуга. Я не хочу делать все, чтобы меня заметили. Я хочу служить царю. Я хочу жить для его царства». Он сказал, «Молодец, ты хороший и верный слуга. Ты был верен мне в малом». Скажите, верен малым? Одного таланта недостаточно. Нужна еще и верность. Если кто-то приходит на собеседование в нашу церковь, мне интересно узнать, где этот человек показал себя верным. Ну, у меня было 16 работ за последние 9 месяцев. Для меня это уже тревожный звоночек. Я был женат 8 раз за последний год. Как такое вообще возможно? Затем господин переходит к третьему слуге. И он говорит, «Я знал, что ты человек суровый, жнешь там, где не сел, и собираешь там, где не рассыпал. Я очень боялся. Мне кажется, что враг сейчас как никогда сильно атакует наше общество страхом». Страх может проявляться по-разному. Как депрессия, стыд, как чувство, будто бы ты застрял. Я застрял в этой проблеме, застрял в этой зависимости. Страх — это ловушка. Единственный способ вырваться из страха — сделать шаг веры. Возможно, это именно то, что вам нужно сегодня. Вам нужно отозваться на этот призыв и подчинить свою жизнь Иисусу. Потому что подчинение — это начало успеха. Если вы хотите иметь успех в Царстве Божьем, то вам нужно подчиниться. Вам нужно встать под Божью власть. Но тому человеку было страшно, и его взгляд на Бога ограничивал его способность служить Богу так, как того хотел Бог. Ваш взгляд на Бога определяет то, как вы живете для Бога. Если вы считаете Бога злым и жестоким, то вы никогда не сможете умножить то, что Он вам дал. Мы служим хорошему Богу. Он любит вас. Он за вас, а не против вас. Он желает, чтобы все в вашей жизни умножалось. Мы служим богатому Богу, великому Богу. Кое-кто застрял на каком-то месте. Мы перестали расти, перестали стремиться к тому большему, что Бог имеет для нас. Наш взгляд на Бога действует как ограничитель, потолок, крышка. И Бог говорит, я хочу снять крышку с твоих способностей. Я хочу убрать ограничения с твоего мышления. Я хочу освободить тебя от ограничивающей тебя лжи. Как бы хорошо тебе ни было сейчас, у меня есть для тебя еще больше. В школе у меня был один друг, и он не мог определиться в том, что у него хорошо получается. Он смотрел на своих друзей, кто-то был хорош в футболе, кто-то в баскетболе, кто-то в танцах, кто-то мог всех рассмешить, кто-то хорошо учился, кто-то родился очень умным. Нет, они прилежно трудились, чтобы быть умными, конечно. Было видно, что он не мог определиться. Он испытывал зависть, чувство неуверенности. А в чем хорош я? Задайте себе этот вопрос. В чем хорош я? Бог вложил в вас такие вещи, в которых вы очень хороши, но вы никогда о них и не знали. Не узнаете, пока не начнете развивать то, что вы видите уже сейчас. Вам нужно посмотреть на себя так, как вас видит Бог. Бог смотрит на вас, как на шедевр. Он видит, что вы готовы делать великие вещи для Его славы, которые Он приготовил для вас. Бог желает, чтобы вы делали на земле что-то великое, но пока вы думаете, не такой уж я замечательный, не такой уж я и талантливый, перестаньте сравнивать себя со всеми остальными, а начните видеть себя таким, как вас видит Бог. Сегодня я такой, как я есть, благодаря тому, что вчера я поверил в то, что стану таким. И моя вера поможет мне прийти в то, к чему Он меня призвал. Все начинается изнутри. Во-первых, вам нужно обуздать свой разум. Одного таланта недостаточно. Мне нужно владеть моим разумом. В послании к римлянам сказано, изменяйтесь обновлением ума вашего. Умножение — это образ мышления. Это зависит не от вашей семьи и не от вашего наставника, а от вашего образа мышления. Мы смотрим на некоторых людей, и нам кажется, что они рождены талантливыми. Нет, их мышление направлено на то, чтобы развивать свои таланты. Они нацелены на то, чтобы усердно трудиться и стать тем, кем вы призваны быть. Кто-то из вас сейчас охвачен тревогой, стрессом, депрессией. Вы боитесь, и это заставляет вас прятаться. Пора перестать закапывать то, что Бог призывал вас умножать. Пора перестать прятать то, что Бог призывал вас использовать. Во-вторых, вам нужно обуздать свою мораль. Одного таланта недостаточно. Нужны еще хорошие моральные качества. Я не могу полагаться на один только талант. Мне нужна мораль. Что это такое? Это ваши убеждения. Некоторые из нас получили свою мораль по MTV. Мы думаем, если он так делает, то и я так могу. Если он так говорит, то и я так могу говорить. Вы не такой, как они. Вы дети Божьи. Вам нужно вернуть свои убеждения к Слову Божьему. Перестаньте поручать их каналу новостей или каким-то людям. В-третьих, вам нужно обуздать свой рот. Мне нужно обуздать мой разум. Когда я выхожу проповедовать, я исповедую определенные местописания о моем разуме, потому что иногда меня атакуют разные мысли. Даже на прошлой неделе меня буквально все отвлекало. Кто-нибудь понимает, о чем я? Мне кажется, что наш враг занимается этим с самого начала. Он пытается отвлечь нас. Поэтому я говорю себе, что у меня разум Христа. То есть я обуздываю свой разум, свои уста. Я говорю, тот, кто во мне, больше того, кто в мире. Я не буду ни о чем волноваться. Бог попросил меня сделать что-то, и мне немного страшно. На следующей неделе я расскажу об этом, поэтому не пропустите. Это будет специальное объявление. Третий слуга боялся и даже заявил об этом. Он сказал об этом. Вера и страх требуют одного и того же. Верить в то, чего еще не видно. Поэтому, говоря о страхе, я говорю о том, что еще не произошло. Я боялся, что никто не будет читать мою книгу, поэтому так и не написал ее. Я боялся, что никто не придет на мою домашнюю группу, поэтому я никогда не начинал ее. Я боялся, если брошу чек в корзину для пожертвований, и Бог не умножит мои финансы, поэтому я никогда не выписывал такой чек. Я боялся, что девушка не пойдет со мной на свидание, поэтому я так и не пригласил ее. Мы живем в то время, когда люди охвачены страхом, и нам нужно взять власть над этим страхом и сказать, нет, я буду человеком веры, я буду доверять Богу. И на следующей неделе я собираюсь переступить через страх. Мне нужно выступить в вере, чтобы переступить через страх, потому что я верю, что Бог имеет что-то великое по ту сторону послушания. Для меня успех — это мое послушание на то, что сказал мне Бог. Мне нужно обуздать мой разум. Мне нужно говорить о себе. Вы смотрите на ситуации, которые кажутся безнадежными, и вам нужно говорить, мой Бог восполнит все мои нужды из своих главных богатств через Иисуса Христа. Мой Бог проявит себя. Он призвал, и Он обеспечит, Он направляет, и Он защищает. Мои лучшие дни еще впереди. Бог еще не закончил работать с моим сыном. Он еще не закончил работать с моим браком. Поэтому я убираю ограничения с моего разума и с моих уст. Некоторые из вас сами отменяют свое продвижение своими собственными словами. Вам нужно начать пророчествовать, как и Иезекииль, который говорил сухим костям Исаия, пророчествовал Израилю. Грядет что-то новое. Я чувствую, что-то Бог будет делать, что-то новое. И в вас, и в этой церкви. Ну а в-четвертых, вам нужно обуздать свои действия. Вам нужно совладать с собой. Это последний пункт. Те ребята умножили то, что было в их руках, но они сделали это благодаря усердному труду. Божие обетования активируются с помощью действий. Когда вы начинаете двигаться, Бог начинает действовать. Но пока вы стоите на месте, вы никогда не увидите те обещания, что есть у Бога. Именно поэтому в Малахии Бог говорит, «Испытайте меня в этом. Принесите десятины в дом-хранилище и смотрите, что я буду делать». Некоторые вещи требуют соответствующих действий. Кто-то подошел ко мне два месяца назад с вопросом, «Как мне стать лидером прославления на этой сцене?» Я ответил, «Начните с хором». Да, но я хочу быть как Дарлин Чек. О, хорошо, что вы о ней вспомнили. Она ведь написала замечательную песню. Хорошо, что вы упомянули эту замечательную женщину, Дарлин Чек. Но начинала-то она в хоре. Кстати, помните эту замечательную песню? «Славь вся земля и наполнится славой». «Славь вся земля!» Она пела в хоре. Верно приходила туда каждую неделю. Ей приходилось добираться на репетицию на автобусе, но она была верной. Нам нужно перестать ждать подачи к Богу и начать быть верными. «Начните делать хоть что-то с тем, что у вас уже есть». Используйте по максимуму то, что он вам дал. Однажды кто-то из вокалистов заболел. Рубен Морган был дирижером хора. Он писал песни, а Дарлин Чек набралась смелости и подошла к нему. Кстати, он написал эту песню, помните? «Пусть бушует шторм, гремит гроза». «Воспорю с тобой над бурей я. О, Господь, ты царь над всей землей. Только в тебе найду покой». Хорошо, она сказала, «Я заметила, что кто-то не может петь на этой неделе из-за болезни. Если что, я могу спеть». Тот ответил, «Ты была верной, но я никогда толком не слышал твой голос». И она спела для него. Он спросил, «Что это за песня?» Я сама ее написала. «Мы хотим, чтобы ты пела эту песню». Это была песня «Воскликни Господу». Она разошлась миллионным тиражом, и все благодаря верности. Давайте все вместе встанем. У Бога есть для вас намного больше, но мы должны научиться быть верными с тем, что Он уже нам дал. Нам нужно научиться использовать то, что у нас есть. Начать там, где мы есть, и доверять, что Бог благословит все остальное. Если вы будете это делать, Бог благословит вас. Надеюсь, эта проповедь вдохновила вас и напомнила вам, что Бог за вас. Бог желает дать вам победу. Он не создал нас для жизни в поражении и разочаровании или с чувством, что мы постоянно не дотягиваем. Бог желает, чтобы у вас была уверенность и мир. Бог желает, чтобы вы жили в силе Святого Духа, а это любовь, радость, мир, терпение, доброта, самоконтроль. Бог не желает, чтобы вы были подавлены своими условиями. Я не знаю, что вы сейчас проходите и что вы думаете о Боге, но вы должны знать, что Бог любит вас, Он за вас. Он добрый Бог, и Он не является автором проблем вашей жизни. Бог желает дать вам свободу. Он желает укреплять вас и принести исцеление вашему сердцу, а также вашему разуму и вашему телу. И я приглашаю вас помолиться вместе со мной. Скажите, Иисус, я весь твой. Я принимаю решение доверять тебе и полагаться на тебя. Спасибо за то, что ты даешь мне победу во всех сферах моей жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Если вы произнесли эту молитву, то я хочу отпраздновать этот шаг вместе с вами. Это прекрасный первый шаг вхождения с Богом. А вот следующий шаг — поддерживайте связь с нашим служением. Погрузитесь в Слово Божие и в молитву. Слушайте наши проповеди, которые доступны вам совершенно бесплатно. На нашем сайте вы можете найти эту проповедь и многие другие. Они будут вдохновлять и подкреплять вас и указывать вам на путь, который Бог избрал для вас. Мы верим, что ваши лучшие дни еще впереди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова